Всем привет, меня зовут Бактыбала и я психолог. Сегодня такой прекрасный осенний вечер, который я хочу провести в разговорах и в размышлениях с вами. Сегодня такая очень интересная и насущная тема про спорт и баланс в спорте, как его соблюдать и как не причинить себе боль и не насиловать свое тело. Если эта тема вам откликается, то, пожалуйста, оставайтесь со мной и давайте вместе об этом поговорим. Ну, какой разговор без прекрасной чашечки какао? Сейчас я сделаю. Ну вот, и какао готов. Я готова приступить к разговору с вами. Я обожаю делать какао на миндальном молоке, который я делаю сама или просто на воде, если у меня нет этого молока. И добавляю туда кокосовое масло очень хорошее. Я каждый раз, когда пью какао, такой горячий и такой с нотками кокосового масла, мне прям наполняется сердце такой благостью. Я благодарна за этот прекрасный момент. Ну что, приступим к теме. Почему я решила про это поговорить? Потому что я замечаю, что часто, особенно в интернете, люди пишут, вот, спорт это твоя терапия. Да, несомненно, это ваша терапия. На этой неделе у меня вышло видео о методах самотерапии. Обязательно посмотрите его, если не смотрели. Где я предлагаю спорт тоже как метод самотерапии. Но здесь есть очень большая, огромная ремарочка. Если вы постоянно сублимируете свои неосознаваемые чувства в спорт, чаще всего он не приносит пользы, а даже иногда вредит. То есть, когда вы начинаете заниматься спортом, вам важно понять, с какой интенциональностью вы это делаете. Потому что чаще всего мы бессознательно иногда не замечаем, для чего я вообще занимаюсь спортом. Если вы слишком одержимы мыслью или целью того, как я должен выглядеть, как я должна выглядеть, то вам стоит насторожиться. На самом деле, у меня самой был такой опыт. Я в человек искусства, я очень много лет снимаю. Я занимаюсь фотографией, я снимаю fine arts, fashion. И я вот прям obsessed with bodies. Я обожаю тела, я обожаю, как они выглядят. Причем любые тела, я люблю их снимать. Я люблю прикасаться. В общем, мне нравится такое телесное что-то. И вообще видеть это. Для меня это про жизнь. Но я была очень сильно помешана на том, как выглядит мое тело. Я прошла очень большой путь стыда со своего тела, поскольку с 10 лет я живу с алтоиммунным диагнозом, не специфически язвенный колит. И у меня было очень много стыда насчет этого. Во-первых, то, что у меня есть диагноз. Во-вторых, то, что странно, что алтоиммунные заболевания, это твой иммунитет, убивает сам себя. И мне казалось, что это, ну, как-то, знаете, очень контринтуитивно, что мое тело делает со мной, и я должна этого стыдиться. Много лет психотерапии, работаю над собой, и сейчас я этого не стыжусь. И я понимаю, что в какие-то моменты мне очень хотелось вот просто break the limits, знаете, вот просто свои лимиты какие-то. Я могу больше. Я не болезнь. Несмотря ни на болезнь, я могу это сделать. Ну, то есть, знаете, такой американский чисто подход, вот, давай, короче, продави это все. И я это делала. Это было интересно, порой жестоко, но в любом случае это, конечно, большой был опыт. То есть я очень хотела сбросить вес, как-то я помню. Я сбросила вес очень быстро, без... То есть моя цель была в какой-то момент сбросить вес без рецидива. Если кто знает или не знает, во время неспецифического язвенного колита, это диареи по 30-40 раз в день, но у всех по-разному. И человек очень быстро теряет вес, ну, не только вес, но и все электролиты, и полезные вещества. И у меня бывали такие периоды, когда я могла просто за пару недель за 10 килограмм сбросить, или 20 килограмм, и потом очень сильно страдать. И вот я поставила себе цель, что я могу сбросить вес без рецидива. И я это сделала. Я скинула вес. Конечно, я очень сильно считала калории. Я была и так уже на интуитивном питании, но и на интервальном голодании. И еще я начала считать калории. Я ела, по-моему, 960 или 1000 калорий максимум в день. И я быстро, ну, не быстро, нормально, считается это нормально. Типа я сбросила за 2 месяца, по-моему, 10 килограмм, или больше даже 10 килограмм. Да, больше 10 килограмм, и начала весить 47 килограмм. Я так гордилась собой, что я такая вся худая, такая стройная, красота. Конечно же, я на этом не остановилась. Я достигла этой цели, я поняла, что я хочу большего. Теперь я хочу endurance, strength, то есть я хочу быть выносливой, я хочу быть сильной. Я пошла на разные виды спорта. Я ходила на бокс, я ходила на полспорт. Но каждый раз после этого спорта я себя чувствовала вот просто ужасно. Не потому что он мне не нравился, мне нравились оба этих видов спорта, мне нравились. Но дело было в том, что мое тело было истощено. Я не хотела это признавать. Я была в жестком отрицании. Тем более, когда ты работаешь в сфере искусства и фэшн, ты хочешь как-то выглядеть каким-то образом. Я продолжала заниматься этим спортом. У меня было очень много проектов, много работы, много стресса. Я в этот момент еще разводилась. И уже в какой-то момент я поняла, что я настолько стала какой-то уверенной в себе, что я могу что-то сделать, как будто до этого не могла. Я решила, что хочу кубики на животе, чтобы у меня появились видимые кубики. Они у всех есть, эти кубики на животе. Просто если у человека большой живот, он под своим жиром находится. Я была очень худощавая в тот момент, но они у меня уже и так прорисовывались. Мне не нужно было сильно стараться, по сути. Я начала заниматься более силовыми тренировками и поняла, что у меня не хватает сил. Я настолько худая, что мне не хватает вообще сил ни на что. То есть я даже еле выживаю. То есть я весь день существую, я делаю свои проекты, работаю, взаимодействую с людьми, живу свою прекрасную жизнь, но мне не хватает сил. Еще я тренируюсь и мало ем. И понимаю, что мне плохо, и мышцы не растут. И вроде бы я такая, знаете, skinny fat называются такие девочки. Они вроде худые такие, красивые, кости торчат. Но ты понимаешь, что у них там нет мышц. То есть она, эта девочка или парень, скорее всего там жир. То есть там один жир, там мышц нет. И тогда я поняла, что мышцы очень сложно набрать. Конечно, я сама образовывалась. Я очень много читала, слушала нутрициологов. И общалась со своими друзьями, которые там занимаются очень много лет спортом. И я поняла, что я хочу пойти в тренажерный зал, чтобы быстрее набрать кубики. И мне нужно есть больше белков. Я начинаю есть больше белков, ходить в тренажерный зал. Два месяца я хожу с тренером. С тренером просто прекрасные результаты. Через два месяца у меня уже кубики на животе. Такой вот рельеф хороший. Рук, ног. И я просто такая пищу и кайфую от себя. Но где-то далеко внутри себя я понимаю, что вообще-то я немного не люблю себя. Ну то есть я каждый раз смотрю на свое тело, на свои кубики. Знаете, раньше качков парней показывали, которые так целовали свои бицепсы. Но я что-то такое была. Потому что у меня достаточно были большие на тот момент. Сейчас тоже есть. Но я понимаю, что до тот момент у меня было больше мышц. Они были более в тонусе. И кубики были. Я просто смотрела в зеркало и кайфовала от себя. Но я понимаю, что я это все выкладываю в инстаграм. Я кайфую от реакции людей. Но где-то там далеко я себя не люблю. Потому что, во-первых, я себя изнемождаю. Я придумываю какие-то читмилы, которые раз в неделю я себе даю. И нажираюсь какими-то сладостями. И в-третьих, я понимаю, что я все время проверяю свою форму. Я смотрю в зеркало и хочу еще, еще, еще. Знаете, это уже какая-то аддикция от того, как ты выглядишь. И у меня начинается обострение по моей болезни. И я понимаю, что я не могу продолжать тренировки. Потому что мне даже выходить из дома как бы тяжело. Да, у меня там началось обострение. Это снова диарея. Частая там кровь, кровотечение, усталость. Я понимаю, что я даже не могу выйти из дома. Какие тренировки, да? Но я продолжаю. В какой-то момент я еще где-то месяц продолжаю это делать. Я еще занимаюсь скалолазанием. Потом я поняла, что я не могу уже лазить на скалах. Я это убрала. Я продолжила тренировки дома. И начала заниматься каллистеникой. Каллистеник это работа со своим весом тела. Я понимаю в какой-то прекрасный день, что я делаю третий сет отжимания. И я просто плачу. Я плачу, потому что мне тяжело. Потому что мне плохо. Потому что в целом моя жизнь как будто вся разрушилась. Я пытаюсь что-то построить. Не получается. Я пережила отвержение от какого-то своего очередного бойфренда. И я понимаю, что все это происходит. Я это сублимирую в спорт. Ну, казалось, что спорт меня всегда спасает вот этими эндорфинами. Но физически я больше не тяну эту нагрузку. И я понимаю, что я себя истощила эмоционально. Я истощила себя физически. Не только спортом, но и питанием. В спорте вообще самое важное это питание. И я просто понимаю, что я так больше не могу жить. Это вообще неустойчивая конструкция, которая казалась мне устойчивой раньше. Что я буду так заниматься спортом и всю жизнь так смогу. Но это казалось неправдой. То есть я себе очень прекрасно врала. Потом я узнала, что, оказывается, если у тебя высокий уровень кортизола. У тебя есть ПТСР. Ну, то есть на ПТСРе у людей высокий уровень кортизола, адреналина, норадреналина. Надпочечники просто очень сильно напряжены. И если еще ты присоединяешь тяжелый спорт. Тяжелый спорт это все, что вы не можете выдержать. Это зависит от вашей физической нагрузки. Но в тяжелые моменты людям вообще в целом любой спорт является достаточно тяжелым. Я понимаю, что я и так сама нахожусь в стрессе. У меня достаточно тяжелый период жизни. И плюс еще я добиваю себя спортом. То есть спорт уже мне становится не психотерапией, не помощью, не опорой. А спорт становится тем, что меня убивает. То есть он переходит в деструкцию. Я думаю, многие с этим сталкивались. Которые люди начинают ставить какие-то цели в спорте. Их достигать, достигать, достигать. Ну, достигаторство этого бесконечное. Участвовать в марафонах, в каких-то забегах. Вот этот вопрос вообще самый важный. Для чего вам это нужно? Себе что-то заказать, а зачем вообще себе что-то доказывать? Неужели нельзя любить себя за то, какой ты есть? И с любовью делать какие-то вещи, тот же спорт. И не ставить какие-то заоблачные цели. Достигать их, умирая. Ну, или не умирая. Достигать их, а потом обратно скатываться. Что я заметила, пока я шла по этому пути, именно в спорте. Что вот эти результаты, они, если их постоянно не поддерживать, они сдуваются очень быстро. Да, те же кубики на животе, они очень быстро уходят, если их постоянно не поддерживать. Чтобы их постоянно поддерживать, это нужно, нужен определенный уровень тренировок. На которые я не готова идти. То есть, моя жизнь не заканчивается на том, что я постоянно, блин, взращиваю кубики у себя на животе. Моя жизнь не про это, да? Я поняла, что наша жизнь должна быть устойчивой. То есть, если твой лайфстайл неустойчивый, если твоя тренировка неустойчивый лайфстайл, то какой смысл в этом все стоит задуматься? Я часто слышу, как люди говорят, вот я все время так классно ем потом, и занимаюсь тренировками, а потом еду на путешествия, и всю неделю отдыхаю. А какой в этом смысл? Ну, вот я просто не понимаю. И я решила создать этот устойчивый лайфстайл, когда я занимаюсь спортом и кайфую от него. Это может быть любой спорт, который вам нравится, вот, и это должно быть устойчиво. То есть, то, что вы можете сделать всегда. И вы делаете это не для того, чтобы у вас были кубики. Хорошо, если они появятся. Никто против кубиков ничего не имеет, да? Хорошо, когда есть мышцы, потому что тем больше мышечной массы, тем мы стареем, и наша мышечная масса нам помогает вообще-то в гормональном фоне. В общем, это все нужно, но ваше восприятие должно быть чуть-чуть другим. То есть, изменить мышление, не делать, потому что я хочу больше мышц и классно выглядеть, да? Это неплохо, это бонус. Но больше, как это отразится на моем здоровье, и смогу ли я это поддерживать годами, да? Не один год, не два, не три, а десятилетиями, да? А сколько лет нам осталось жить, там, если это 40 лет, сможете, там, 50 лет вы сможете ли вы это удерживать? Хороший вопрос. В этот момент у меня произошел такой шифт моего мышления, и я понимаю, что все, что я делаю, это не sustainable. Конечно, я могу заниматься этим спортом, но не фанатично, и не умирать из-за этого, и не достигать каких-то странных целей, которые я себе ставлю у себя в голове, чтобы впечатлить себя или впечатлить кого-то. Вот эти вот впечатления себя, это тоже какие-то эго-желания. Эго-желания, они обычно не приносят такого долгосрочного удовлетворения. Что я поняла для себя, вот один из лучших видов спорта, это просто прогулка. Потому что прогулка, даже бегать не надо, потому что прогулка, это всегда доступно, ты всегда это можешь сделать. Тебе не нужны на это деньги, тебе не нужно на это много времени, ты это всегда можешь сделать, и это очень хорошо отражается на твоем физическом здоровье, про это есть исследования, можете почитать. Тем более, ты проводишь время на природе, второе. И третье, это хорошо для твоего ментального здоровья, потому что когда ты гуляешь, особенно если это долгая, приятная прогулка где-то в парке, она расчищает как-то мозг, убирает какие-то раздражители, и в этот момент ты можешь принять какое-то решение или успокоить свою нервную систему. Поэтому, что бы со мной ни случилось, какой бы кондиции я ни была, конечно, не там после операции совсем умирающаяся бы была, наверное, бы не ходила. Но в целом, в любом состоянии, в любое время года я обязательно хожу каждый день. То есть я хожу каждый день после завтрака, после обеда, я кушаю только два раза в день, и я обязательно после еды иду на прогулку. И еще я хожу на прогулку обычно вечером перед сном, мне это очень помогает замедляться, как-то проветриться от всего того, что было в течение дня, и хорошо спать. Это первое, то, что я ввела в свою жизнь, и в каком бы я настроении ни была, как бы мне плохо не было, как бы лень мне не было, я все равно выхожу из дома. Вы сейчас не подумайте, что я вся такая крутая, и вот так вот, да? Бывают дни, когда мне приходится прям себя заставлять. Я просто могу думать, о боже, как мне лень, я не хочу. Сижу в телефоне перед выходом такая, или думаю, какую мне кофту одеть, а может там холодно, а может мне не выходить. Ну, короче, очень много каких-то мыслительных процессов ненужных. Но когда это проходит, я все-таки все равно выхожу. Иногда не бывает этих вот много процессов, я просто иду и выхожу обязательно гулять. И потому что я знаю, что в долгосрочной перспективе это тот кирпичик, который вообще не развалится, и который всегда будет со мной. Второе. Я ввела в свою практику йогу. То есть я очень много лет вообще практиковала йогу, уже больше 10 лет, с 2011 года, сейчас уже почти 24-13 лет. Но никогда не было шанса как-то ее ввести глубоко, это первое. Второе. Я понимала, что я еще не готова, потому что йога, это не про асаны, йога — это философия жизни, про дисциплину, про ненанесение вреда, про дыхательные практики, да, и в глубинное погружение в себя. Я как будто была еще недозрелая. И третье. Я не могла найти какого-то человека, который мне как-то доступным путем все объяснял. К сожалению, я до сих пор такого человека не нашла, но хорошо, есть книги и все такое. И сейчас я прям чувствую свою готовность, я сейчас практикую йогу, обязательно по утрам. И это всего 20-30 минут йоги. И иногда я еще делаю перед сном йогу, или я просто делаю какую-нибудь растяжку перед сном, чтобы растянуть свои мышцы и хорошо спать. И я понимаю, что я получаю такое колоссальное удовольствие, потому что там больше нет каких-то сильных нагрузок, где я умираю. И я понимаю, что да, я быстрых результатов, может быть, и не достигаю. То есть у меня нету такого эффекта, как я ходила в тренажерный зал, и через два месяца у меня уже были кубики, большие мышцы. В йоге я больше понимаю, что я очень маленькими шажками, но я строю очень устойчивую конструкцию. Сейчас уже я занимаюсь каждый день на протяжении трех месяцев по утрам йогой, 20-30 минут. И я вижу, как мое тело мне благодарна. Оно больше не в стрессе, оно наслаждается процессом, ему приятно. То есть я ощущаю свои мышцы, я ощущаю свою плавность, свои движения. И это так прекрасно, это так благостно. И я так себе благодарна, что когда-то это начала, да, три месяца назад. И это тоже процесс. То есть я планирую продолжать, и йога как дисциплина, и как философия мне очень откликается. И я не думаю, что это должно быть для всех. Есть много разных практик, которые вы можете практиковать, и я не говорю, что нужно отменять весь остальной спорт. Можно заниматься в чем угодно. Главное, чтобы это вам откликалось. Но я еще выбираю йогу из-за того, что она очень сильно помогает в ментальном переваривании какой-то информации. Я часто слышу, что многие не выбирают йогу, потому что она слишком смуз, такая плавная, и слишком это все медленно длится, все хотят быстро-быстро. Я тоже раньше такой бываю, и я понимаю, что, да, мне хотелось быстро-быстро в санкет, даже сейчас иногда я замечаю это про себя, но я понимаю, что когда я выполняю эти асаны плавно, я сосредотачиваюсь на своем дыхании, на движении своего тела и мышц, я получаю абсолютно другой эффект. И мое ментальное состояние, оно улучшается в разы. Попробуйте попрактиковать, может, вам тоже будет интересно. И я вообще за такие практики, где ты больше сонастраиваешься со своим телом, не просто делаешь мышцы, да, там, качаешься, я ничего против не имею, вы можете это делать, но вот эти древние практики, как йога, чигонг, да, как там еще называется, забыла, тай-чи, вот эти вот практики, они прям, они из другого измерения, мне так даже хочется сказать. Это очень древние практики, которые веками помогали людям строить устойчивую жизнь. Поэтому предлагаю вам обратить на это внимание. Вот такая вот интересная у меня мысль, я хотела с вами поделиться с вкраплением моей истории, чтобы вам было более понятно. Пишите в комментариях, как это для вас, получается ли соблюдать баланс между тем, чтобы спорт приносил вам удовольствие и здоровье, и между тем, чтобы вы как-то хотели еще получать социальное одобрение, или для чего вы этим занимаетесь. Не думаю, что предосудительное есть в этом всем, главное для себя понимать и быть честным с собой, для чего я это делаю, и что мне это принесет. Мой какао уже остыл. На этом видео подходит к концу. Пишите ваши комментарии, если вам откликается, свои истории, я буду рада почитать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, включайте уведомления, публикации, отправляйте это видео вашим друзьям, возможно, этот месседж им тоже откликнется, и давайте поднимайте уровень осознанности вместе. Всем пока!